Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники, подписчики моего канала Дача Без Проблем. С вами я, Бабин Иван Васильевич, огородный садовод. И сегодня наш ролик будет посвящен ответам на ваши вопросы. Мы решили не только снимать сюжеты на конкретные какие-то интересные темы и потом отвечать на вопросы, которые вы присылаете в комментариях под этими роликами, но и дать вам возможность задать любые вопросы, которые вас интересуют, и потом подробно на них ответить. Вот сегодня мы отвечаем на первые из таких вопросов. Итак, первый вопрос от Елены Фадеевой. Участок очень маленький, придется посадить томаты и огурцы в следующем году по нескольку кустиков на том же месте, где росли и в этом году. Подскажите, пожалуйста, как обработать и подготовить для этой цели почву сейчас. Ну, сажать культуры на одном месте подряд несколько лет, как мы уже не раз говорили, не лучший вариант. Поэтому старайтесь всегда так распланировать участок, чтобы они у вас росли на новом месте. Ну, а если такой возможности нет, то в этом году обязательно вот на этом участке, где растут у вас томаты, перцы, огурцы, убрать все растительные остатки полностью и выдернуть корни, чтобы корней не оставалось, потому что на них накапливаются иногда вредители и болезни, которые угнетают именно эти культуры. Листья, ботву, все нужно будет убрать. Теперь на участок осенью перед перекопкой, если вы каждый год перекапываете почву, внести перенивший навоз или компост из расчета ведро на квадратный метр. Помните, что свежий навоз нельзя, куриный с опилками носить нельзя. Если у вас есть зола древесная, жгли ветки или там баня, мангал, то просейте ее, крупные угольки отложите в сторону, вы их потом еще раз дожьете, а пепел, литровую банку примерно на квадратный метр, вносите, тщательно перекапываете. Если вы органические удобрения не вносите, то можете внести минеральные удобрения, осенние, так называется оно, из расчета там 20 грамм столовая ложка на квадратный метр. Елена Фадеева еще один интересный вопрос задала. Посоветуйте, пожалуйста, лучшие сорта зимних яблонь и назовите срок посадки саженцев в Воронежской области. Спасибо вам большое за предыдущую информацию. Значит, ну, по срокам посадки. У нас есть специально ролик, где мы отвечаем подробно на этот вопрос и объясняем, в какие сроки можно и в какие сроки лучше сажать. Так вот, плодовые деревья можно будет посадить осенью, если с открытой корневой системой, то где-то в конце сентября, в октябре месяце. Иногда, если осень теплая, то и в начале ноября. Ну, чтобы недели две до наступления заморозков. Если с закрытой корневой системой, то их можно уже сажать сейчас, весь сентябрь, октябрь и в ноябре до наступления заморозков. Если осенью по какой-либо причине не посадите, то вы эти саженцы можете посадить весной, постарайтесь это сделать пораньше, до распускания почек, пока эти саженцы не тронулись в рост в питомнике. Ну и по сортам. Из зимних сортов, вот, я бы посоветовал обязательно посадить спартан. Мой любимый сорт. Красивые красные яблоки, внутри мякоть белая, сочная, и очень хорошо хранятся. Они окрашенные. Кто не любит окрашенные, или кому нельзя красные яблоки, то есть сорт зеленых яблок, которые также хранятся на новых. Ренет Семиренко. Хороший сорт Синап Северный и Синап Орловский. Они покрупнее, покрасивее. Правда, Северный Синап хранится получше в подвалах. Наталья Жарикова. Средний Урал. Жара. Обещают до плюс 35 градусов. Дождей нет. На яблонь стали желтеть и опадать лисия. Яблонь лет 30. Какие меры предпринять, и сколько ведер воды нужно на такую яблоню? Ну, хороший вопрос по поводу полива. Здесь очень важно правильно поливать деревья. И лучше это делать, например, раз в месяц, в первой декаде. Например, в первой декаде мая, когда яблони активно и другие деревья цветут. В первой декаде июня, когда идет формирование завязи, и так называемое июньское падение завязи. Дерево сбрасывает лишнюю зависть. В первой декаде июля, когда идет налив яблок, которые остались и будут до созревания у вас на деревьях висеть. Здесь нужно поливать из расчета одно ведро 10 литров на год жизни дерева. А если стоит жаркая погода, как вот у вас, и нет дождей, то два ведра на год жизни дерева. Здесь мы ограничиваем, ну, как бы 20 годами. И если вот жаркая погода, то выливаем 40 ведер воды. Многие сейчас скажут, не много ли, это же 40 ведер, это две бочки 200 литровых. Нет, не много, под такие деревья большие. Представьте себе, вот вы подходите к дереву, смотрите на крону, и раза в полтора больше у этого дерева такие же корни. Причем поливать желательно не под ствол штамп основной, где тонких корешков нет, а по периметру крона, где находятся тонкие рабочие корешки, всасывающие корешки, которыми они всасывают и влагу, и питательные вещества. И обязательно постарайтесь под деревьями сделать приствольный круг полтора метра, а под большим деревьями даже два метра в диаметре, и его замульчировать скошной газонной травой, соломой, сорняками, чтобы вылитая вами влага не испарялась быстро, а вся оставалась в почве под мульчой. Такой полив будет гораздо лучше, чем если бы вы поливали по ведру каждый день. Вы за месяц можете вылить под дерево 30 ведер, но одно ведро смачивает на квадратном метре 3-4 сантиметра. Здесь корней, деревьев нет, и вся эта влага за сутки испаряется. Поэтому поливаем реже, но обильно, достаточно раз в месяц. Следующий вопрос задает Илья Гайсин. Здравствуйте! Достался сад со старыми яблонями, 30-40 лет. Снимите сюжет, как их омолодить, уменьшить высоту, как правильно обрезать и залечить дупла. И еще самый важный вопрос. Дерево разломило пополам. Можно ли его спасти, и как правильно залечить такой разлом? Ну, по поводу обрезки и омолаживания старых деревьев, у нас снято три ролика, потому что эта работа делается не в один год, а поэтапно в течение трех лет. Посмотрите эти ролики, там все четко, конкретно, понятно. Мы рассказываем, как это сделать. А по поводу вопроса вашего разломила дерево пополам, к сожалению, такое бывает часто. Неправильно сформированы деревья, где ветви растут толстые под острым углом, они потом часто отламываются. И такие большие рваные раны залечить невозможно, ничего не получится. Единственное, что спилите, если вот эта разломившаяся часть дерева лежит, и вы еще ее не убрали, вот спилите, а рану эту замажьте или масляной краской, или древесным лаком, чтобы просто она не была открытой, чтобы туда не попадала вода, и не попадали грибки-трутовики. Те деревья, которые с этой проблемой под острым углом, но не разломились еще, соедините эти толстые скелетные ветви или скобами металлическими, или пластинами монтажными. Как это сделать, также посмотрите в одном из наших роликов. Есть подробная информация на эту тему. Следующий вопрос задает Игорян. Ну, Игорек, наверное, да? У меня вопрос про полив плодовых деревьев. Живу в Волгограде, жара достигла в этом году до плюс 43 градусов тени, и, видимо, на солнце до 50 градусов. Сад болеет. Интересует интенсивность полива, и как часто поливать при таких температурах. Ну, аналогичный вопрос уже был про поливы. Значит, и в такую жару, тем более, и вообще в течение сезона деревья нужно поливать регулярно. Как я уже говорил, правильный будет, если вы будете поливать их хотя бы раз в год, но обильно. Так, ну и последний на сегодня вопрос. Отвечаем двум иксам. Ну, вообще у меня такая просьба убедительная к вам. Вы не стесняйтесь, задавая вопрос, пишите свои фамилии, как вас звать. И обязательно указывайте область или регион, где вы живете, где вы имеете свой участок и выращиваете сад. Мне легче будет сориентироваться, ну, зная примерно ваши климатические условия, почвенные условия. Легче будет правильно ответить на ваши вопросы. Ну, а вопрос от ксов такой. Урожай яблок и слив собраны. Можно ли сейчас начинать подкормку калийно-фосфорными удобрениями, совмещая с поливом? Или ждать осени? Вот не совсем понятно, зачем вы собираетесь ждать осени, чтобы подкормить этими удобрениями. Подкармливать этими удобрениями нужно во второй половине лета. Азотных удобрений уже растениям в это время много не нужно. То есть, совсем исключать нельзя, но просто много не нужно, чтобы они не жировали, не росли сильно. Но в это время нужно как можно больше регулярно фосфорных, калийных удобрений и разных микроэлементов. Потому что в это время идет созревание урожая. И урожай должен хорошо созреть, быть красивым и вкусным. В это же время продолжается закладка плодовых почек на следующий год. В это время идет возревание коры, древесины, сформировавшихся почек. И для этого всего нужно постоянно питание. Именно калийно, фосфорные удобрениями, микроэлементы. А осенью глубокой, если вы внесете эти удобрения, то они будут лежать в земле до весны. И весной, когда дерево оживет, тогда корни начнут их из почвы забирать. Поэтому пока еще не поздно, именно сейчас нужно подкармливать деревья этими удобрениями. И в почву делать подкормки с поливом лучше, чтобы сразу уходило все к корням. И можно делать не корневые подкормки по листьям, чтобы эти препараты сразу попадали в листья. Ну а я на этом пока с вами прощаюсь. Не стесняйтесь, задавайте как можно больше разных вопросов. И по мере их накопления мы будем и в дальнейшем вот так регулярно снимать ролики и отвечать на ваши самые интересные, актуальные, важные вопросы.